Привет. Я хотел бы начать с маленькой истории о самосожжении, которое провел с собой один предприниматель. Разумеется, это я выражаюсь фигурально. Этот человек по имени Федор Овчинников в городе Сыктывкар работал у своей мамы в рекламном агентстве. Он был совершенно сумасшедшим, поскольку он, когда шел распечатывать какую-нибудь свою бумагу, нужную ему на принтере, он сразу после этого шел в бухгалтерию и платил 2 рубля за каждый лист. Все крутили у виска, но, собственно, это был его стиль. Со временем, когда этот человек захотел сделать свой бизнес, он взял кредит на поклейку обоев, потому что ни на что другое ему не давали. И у него была мечта сделать книжный магазин. Причем книжный магазин интеллектуальной литературы в городе Сыктывкар. Это, в общем, тоже довольно нетривиальное решение, но он все-таки его принял. Но он сделал еще одну сумасшедшую вещь. Когда он запустил этот проект, когда магазин открылся, он начал публиковать в своем блоге полностью выкладки про каждый день продажи, сколько он потратил, сколько он закупил, сколько он потратил на фонд оплаты труда и так далее. Конечно, это было безумие. Надо понимать, что это был 2005 год. Но это сейчас мы все пользуемся социальными сетями и используем их для продвижения своих продуктов, сервисов и так далее. Но тогда это было совершенно необычно. Федор Овчинников получил массу комментариев от всех, включая конкурентов, включая собственных сотрудников, о том, что он сошел с ума. Так делать нельзя. Так не принято. Просто потому, что в какой-то момент ты поймешь, что тебе нужно или платить белую зарплату, или серую зарплату и так далее. Тебе нужно будет открывать отношения с конкурентами. Естественно, все это он получил. Он получил и гневные комментарии, и вскрыл какие-то конфликты со своими контрагентами. Но он держался. И так история продолжалась, пока не настал момент, когда ему стали поступать некоторые предпринимательские искушения. Провести через свой блог какую-то информацию о какой-то сделке или нет. Он до поры до времени держался. Но потом наступил для него ключевой момент, когда он понял, что ему хочется не один магазин делать, а сделать некоторую сеть, ему захотелось некоторой экспансии. И ему тут же поступило предложение от инвесторов. И ему с самого начала они не понравились, потому что это были люди какой-то совершенно другой формации. Если Федоровым был скорее из нового поколения предпринимателей, то это были люди, которые связаны с государственным бизнесом, с телекоммуникацией. И он задумался, стоит ли ему брать деньги или нет. А ему предлагали очень много. Ему предлагали серьезные по его меркам инвестиции и помещения, свободные по всей республике Коми, в которой происходило все это действие, совершенно бесплатно. И в общем, это было шоколадное предложение. За это у него хотели взять полкомпании. И, конечно, он не стал все это публиковать в своем блоге. И он очень серьезно задумался. Он понимал, что если сейчас он возьмет эти деньги, то он не сможет уже больше быть таким открытым и привлекать людей тем, чем привлекал раньше, свои открытости. Его блог к тому моменту читали уже тысячи людей. Там были огромные ветки комментариев, там были серьезные обсуждения. Вокруг него строилось реальное предпринимательское сообщество. Пусть маленькое, но тем не менее значимое. И он все-таки не выдержал этого исключения. Он взял эти деньги и дальше этот биобизнес немножечко покатился по наклонной. Сначала его обманывали с кредитом, с внутренним кредитом. Потом его самого обвинили в мошенничестве. Он все время выбирал, писать об этом в блог или не писать, открывать эту информацию или не открывать. Ну и в конце концов все закончилось тем, что он стал писать все реже и реже и о каких-то отвлеченных вещах. Ну там о том, как он уволил сотрудника, например, проворовавшись и так далее. Но важные вещи, что касается его отношений с его бизнесом, о том, как он понимал, что там еще настал кризис в 2008 год, дела становились все хуже и так далее. В общем, в конце концов, ему пришлось продать свою долю в этой компании. И это был, в общем, такой последний заметный пост в ту пору в его блоге. И он ушел из этого бизнеса. Он продал свою долю и все. Причем продался ему злейшему конкуренту, с которым ругался у себя в блоге. Почему я сейчас вспомнил эту историю? Почему мне она кажется важной именно сейчас? Потому что, как ни странно, с тех пор прошло, ну с 2005 года, 7, ну 8 лет. Но тем не менее стереотип о предпринимателе в России, как хитром, ловком человеке, который, наоборот, получает некий профит от того, что он закрывает информацию за то, что проворачивает какие-то сделки, основанные на знакомствах, административном ресурсе и так далее, заставляет всех нас кривить рот в ухмылке. И если кто-то так открывается, как открылся тогда Федор, мы сразу начинаем по себе просчитывать, наверное, что-то он там где-то скрывает. В общем, это такой маркетинг, маркетинг, маркетинг. Но с другой стороны, если посмотреть на историю таких же людей, как Федор, действовавших, как они в российском бизнесе последние несколько лет, я не знаю ни одной истории, когда человек открывался и из-за этого проигрывал. Знаю массу историй, когда люди пытались закрывать информацию, и, собственно, они из-за этого проигрывали. Одна из этих историй, вы ее, конечно, вероятно, все слышали, это про противостояние Mail.ru Group и ВКонтакте, которое достигло своего апогея где-то год назад, а может быть и больше. Это классическая история, когда Павел Дуров, зная о том, что его компанию хочет поглотить Mail.ru Group, его менеджмент в главе с Гришиным, начал вести открытую информационную войну. И он не придумал никаких специальных пиар-ходов, он просто говорил то, что он думает. Ну, это вот такая странная вещь, тем не менее это так. Если он считал, что политика Mail.ru в отношении того, что социальная сеть ВКонтакте недомонетизирована, это зло для социальной сети ВКонтакте, он так об этом и писал. Если он считал, что в Mail.ru нет талантливых программистов и управленцев, он тоже об этом писал. Если он считал, что нет там предпринимательского духа, он тоже об этом писал прямо так. Ну и в конце концов, как мы все помним, закончилось тем, что после очередной попытки навязать ему какие-то невыгодные условия сотрудничества, он просто показал факт и запостил это в Инстаграм. Да, Павел Дуров вел себя как плохой парень, но если посмотреть на эту историю со стороны Mail.ru, то там, наоборот, люди не могли в открытую высказать свою позицию, ну просто потому, что это противоречило какие-то корпоративным принципам и так далее. Они готовились к выходу на IPO, в какой-то момент они вышли на IPO, и поэтому у них были обязательства, они не могли выступать открыто, им каждый шаг, ну каждую публичную реакцию нужно было согласовывать. И в итоге в этой истории они все проиграли, потому что вмешался основной инвестор Ильиша Русманов, они с Дуровым лично встретились и договорились до того, что контроль над операционной деятельностью ВКонтакте полностью перешел к Павлу Дурову. Он теперь голосует пакетом Mail.ru, может делать у себя все, что угодно. Такой классический кейс про то, что имеет смысл, если у тебя есть какие-то ценности, за которые ты готов отвечать, у тебя есть какая-то стратегия, за которую ты готов отвечать, то имеет смысл все это открывать и ни в коем случае не отступать от этого. Федор Овчинников отступил, и в итоге, если бы он продолжал это открывать, то у него шансов было бы больше остаться на плаву и как-то разорулить эту ситуацию. Но, к сожалению, он это не стал делать. Поэтому, в общем, мысль достаточно простая, что если вы открываетесь, то это может стать вашим оружием. Но, в свою очередь, на этом хорошая новость кончается. Ну, я как бы шучу, да, но есть особенности у открытости. Например, если у вас есть некоторые идеи, которые вы считаете гениальными, особенно это характерно для стартаперов, которые, когда разговаривают с тобой о своей идее, они говорят только не говори никому, потому что сейчас вот кто-нибудь услышит и все это реализует. Такая классическая стартаперская фобия. Если ты открываешь эту идею, то тебе нужно ее развивать очень-очень быстро. Ты должен бежать впереди, чтобы придумать новые опции, новые функции, новые возможности для потребителя, чтобы остальные тебя догоняли. Это звучит просто, на самом деле все достаточно сложно, особенно если у тебя продукт, который не то чтобы конечный, но который существует в некой форме, и очень сложно его во что-то развивать постоянно. Это первое. Во-вторых, нужно очень быстро расти. Соответственно, или продукт, или сервис в цифровой среде должен быть супервирусным, или ты должен очень быстро уметь поднимать деньги. То есть, общаться с инвесторами и знать, как привлекать правильных инвесторов, в отличие от Федора Овчинникова. Что здесь можно сказать? Нет каких-то рецептов про то, как отличать правильного инвестора от неправильного. Нет каких-то рецептов, как придавать своему бизнесу ускорение. Но совершенно ясно одно. Поэтому, если к вам приходит какая-то недружественная сила, это может быть конкурент, это может быть чиновник, какой-то представитель взглядов, или носитель взглядов, которые открытости не соответствуют, и которые совершенно не привыкли работать в этой среде, то у вас в руках оказывается реально оружие. И мне кажется, эта вещь очень важна именно сейчас, потому что, как мы знаем, буквально из вчерашнего исследования Яндекса проникновение интернета в России уже перевалило за 50%. То есть, более половины россиян пользуются интернетом. И пользоваться этой средой для бизнеса очень-очень важно. И несмотря на то, что это, казалось бы, общее место, достаточно мало людей в компаниях, особенно в крупных корпорациях, особенно в тех, которые масштабировали свой бизнес еще в ту эпоху, когда интернет не так сильно проник, то в ваших руках оказывается действительно очень сильное оружие. И мне кажется, что использовать его можно только в том случае, если вы готовы до конца следовать своим ценностям и своей стратегии. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ